Осенний город уныл и безрадостен и вызывает тоску и апатию, особенно в понедельник. Добавить городу ярких красок решили активисты движения «Обвяжем город» и смастерили для обычной остановки на площади Пушкина такую необычную яркую одежду. Для изготовления одного квадрата уходит около тысячи метров ниток. Была остановка железная, каркасная, бездушная, а стала уютная и мягкая. Холод кусает пальцы, но девушки старательно крепят полотна к опорам. Вязали крючком, техника называется «Бабушкин квадрат». Чтобы сделать такой, со стороной полтора метра нужно 2-3 месяца ежедневных трудов. Разрешение на подобное украшательство попросили в мэрии и получили добро. Они как-то холодно отнеслись, сказали, что они не против, если мы все это делаем сами, то, пожалуйста, дали добро. Единственное, они сказали, что если вдруг кто-то испортит, то мы должны будем это, конечно, сами убрать и проследить за этим, чтобы если вдруг что-то придет непригодное, чтобы мы это сразу убрали, чтобы не испортить имидж города. А вот горожане идею восприняли на ура. Интересовались, спрашивали, дважды даже пытались купить. Правда, надежд на сохранность полотна не возлагают. Считают проект однодневным. Это здорово, но я думаю, что у нас менталитет людей немножечко другой, поэтому, ну, если бы общество покультурнее было, тогда бы это было все очень хорошо. То есть, думаете, не переживет сегодняшнюю ночь? Я, да, сомневаюсь, если честно. Было бы красиво в нашем городе, если бы такие остановки были? Красиво, но не рентабельно. Это все могут снять и все, порвать. Это не первый проект движения «Обвяжем город». В прошлом году одежда появилась у деревьев на Шереметьевском проспекте. Летом в парке Степаново поселились вязаные звери. Самая масштабная акция впереди. Весной мастерицы приступят к обвязке троллейбуса. Есть в планах еще одна задумка – обвязать под мостовой переход. И не просто, а в родном для Иванова стиле конструктивизм. Я хочу лично, чтобы город наш был ярче. Потому что вот сейчас зима, такое все серое, а тут такое пятно яркое. Здорово. И настроение как-то поднимается сразу. Чтобы сделать город ярче, девушкам необходима помощь. Ярнбомберы будут рады талантливым мастерицам, энтузиастам и материалам. В подарок. Даже залежавшийся дома клубочек ниток в руках профессионалов может стать частью арт-объекта. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Мария Смирнова, Денисов, РТВ Иванова.